МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит. Новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Коротко о главном. Новые правила регистрации авто теперь действуют не только по Москве, но и по всей России. Какие именно, смотрите через несколько минут. Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, прошедший в Чечне, собрал около тысячи участников из семи регионов страны. Об этом сегодня в выпуске. Хабиб Нурмагомедов возвращается на родину. Встреча с чемпионом UFC состоится на Анжарии. Вступили в силу новые правила регистрации автомобилей в России. В соответствии с приказом МВД автомобильные номера будут присваивать компьютеры по случайному алгоритму из всех имеющихся государственных регистрационных знаков. Инспектор до последнего момента не будет знать, какой номер присвоит программа той или иной машине. Теперь эта практика станет обязательной для всех регистрационных подразделений. Кроме того, гражданам разрешается регистрировать автомобиль не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности. Также срок хранения регистрационных знаков увеличен в два раза. Ранее подобная система работала лишь в Москве, но сейчас ее действие распространится на всю Россию. Предполагается, что инициатива позволит избежать коррупционной составляющей, связанной с покупкой красивых номеров. Ряд изменений коснулся и процедуры регистрации транспорта, который принадлежит нескольким собственникам одновременно. Вопросы проведения инвентаризации госимущества в районах Южного Дагестана обсуждались на выездном совещании под руководством Екатерины Толстиковой в Дербенте. В Рею министра по земельным и имущественным отношениям говорила с главами муниципальных образований Дагестана о подготовке к проведению государственной кадастровой оценки. Она подчеркнула, что работа предстоит серьезная, и ее необходимо провести сообща. Инвентаризация земель государственной собственности, которая у нас пока используется, как нам кажется, недостаточно эффективна, поэтому мы должны сейчас вместе со всеми нашими муниципальными образованиями провести работу по инвентаризации того, как используются земли, чтобы совместно потом в дальнейшем уже разработать конкретные планы по повышению эффективности этой работы. Кадастровая оценка начнется с земель четырех категорий. Это земли населенных пунктов, сельхозназначения, объектов капитального строительства и садоводческих участков. Главы муниципальных образований отнесли с пониманием к озвученным вопросам и выразили готовность принять активное участие в процессе. В республике завершился пятый международный межрелигиозный молодежный форум. В рамках его закрытия прошла торжественная церемония вручения сертификатов участникам. Напомню, мероприятие проходилось 3 по 7 октября в Карабудахкинском районе на базе отдыха «Солнечный берег». Об итогах форума расскажет Абдул Алиев. Первым от имени главы республики Дагестан всех участников поприветствовал в Рио вице-премьера Рамазан Джафаров. Он выразил благодарность тем, кто принял участие в организации проведения данного форума. Особо отметив роль даком религии, религиозных деятелей республики. Думаю, что всем, кто принимал участие в работе форума, его содержательная программа предоставила возможность для достижения поставленных целей и задач. Убежден, что диалог между молодыми людьми, представляющими традиционные для России конфессии, не завершится с окончанием форума, а напротив, станет плодотворной почвой для дальнейшего сотрудничества и взаимодействия. Далее первый заместитель Муфтия Республики Дагестан Абдулла Аджимулайф пожелал участникам, чтобы они использовали накопленные опыты и знания, полученные на форуме в жизни и доносили их до общества. Мы общались с молодежью и было на самом деле понятно, что каждый, кто здесь принял участие, они извлекли пользу. В Исламе есть такое изречение, что любое собрание, в котором ты принимаешь участие, возьми из этого собрания урок и пользуй. Надеюсь, каждый, кто здесь принял участие, будет в дальнейшем тоже максимально полезным нашему обществу. Перед участниками также выступили представитель Махачкалинской епархии, отец Виталий, который отметил заслуги всех, кто вносил вклад в проведение данного форума на протяжении пяти лет. От Иудейской общины республики выступил ее представитель Борис Ханукаев, который подчеркнул, что это одна из лучших площадок по укреплению взаимоотношений между представителями разных конфессий. Программа форума была очень содержательная, разнообразная и была направлена на дальнейшее развитие диалога, межконфессионального диалога, а также развитие духовно-нравственных ценностей. Более 150 участников форума от 16 до 25 лет из разных регионов страны и зарубежья, разных наций и конфессий. Несколько дней они находились вместе на базе отдыха «Солнечный берег». За это время для них были организованы различные мероприятия, тренинги, мастер-классы, интеллектуальные игры и спортивные соревнования. Все было нацелено по саморганизаторам на личностное развитие. Все те, кто приезжали, принимали участие, они уже с каждым годом бывают подготовлены. Даже участники в этом году при проведении итогов, при вручении сертификатов, я лично заметил, что наши участники, что вот межконфессиональная дружба, та цель, которую мы ставили, что мы этого достигли. Сами участники форума делились своими впечатлениями и пожеланиями. Гости из Индии даже сочинили про него песни и исполнили перед всеми. По самым участникам форума за эти дни они приобрели много полезных знаний, новых друзей и выразили готовность принять участие в подобном мероприятии и в следующем году. Мне очень нравится этот форум, поэтому здесь люди из разных религий, из разных городов встретили нами, и они очень приятны были, они очень любили нами. Я 100% уверен, что мы стали ближе. У нас была куча тренингов на команду образования, и вот поначалу было трудновато, ну потому что мы просто еще не обтесались и как бы не знали друг друга, но в конце уже вот просто мы чувствовали себя реально командой. Это было действительно такое незабываемое ощущение. Во-первых, отдохнули, во-вторых, получили положительные, большие эмоции, дальнейший такой заряд тоже для работы. Еще получили много полезного для своей работы. Например, я сам работаю в молодежной общественной организации, получил опыт работы с молодежью, различные методы работы. Целый межрегионный форум оставил после себя много положительных эмоций. Несмотря даже на то, что вопреки сложившейся традиции, он проходил в этом году не летом, а осенью. Организаторы заверили, что в следующем году форум будет улучшен как количественно, так и качественно. Форум подошел к концу, но дружба представителей разных народов и религий продолжится и дальше. За эти дни ребята из разных уголков России и не только сумели стать ближе друг к другу и узнать о друг друге побольше. А это главная цель мероприятия. Молодежь – это наше будущее. И чем в дальнейшем дружнее она будет, тем будет лучше для всех. Абдулла Ариб, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Карудахкенский район. В Нцукольском районе состоялся масштабный субботник. В нем приняли участие сотрудники администрации, полиции и местные жители. Очистить реку от мусора собрались более ста человек. Такие акции у нас еще будут продолжаться. Адам, последний, пока озеро не будет очищено. Конечно, доступно в местном месте. Нам есть конечные места, которые недоступны. Придется убирать после того, как вода чуть отпустится. Субботник провели вдоль реки Аварская кайсу, разделив территорию на пять зон. Около тысячи участников из семи регионов съехались на фестиваль культуры и спорта народов Кавказа. В этом году он проходил в Чеченской республике и совпал с двухсотлетием города Грозный. С места события наш корреспондент Зумруд Гамидова. Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа проходит уже девятый раз, чтобы снова и снова на всю страну продемонстрировать, чем гордятся по праву. Две программы – спортивная и культурная, и около тысячи участников со всего Северного Кавказа. Церемония открытия фестиваля украсила постановка, в которой переплелись история и современность, силы добра и зла, а также огненное шоу. Каждая республика показала свою культурную программу. Дагестан представил государственный ансамбль танца «Лезгинка». И вот перед зрителями проходят спортивные команды с национальными флагами. Огонь фестиваля зажег трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев. Фестиваль спорта – возможность увидеть, как наши далекие предки проводили досуг в старину. Открылись соревнования с бега на ходулях. Эта старинная забава у горцев давно не в моде, и многие легкоатлеты впервые встали на деревянные шесты только на кавказских играх. Копилку дагестанской сборной пополнил Абдулатип Муталипов. Рекордсмен в этот раз уступил спортсмену из Ингушетии. Чтобы закинуть камень весом в 15 килограммов как можно дальше, дают всего лишь две попытки. Задача не из простых, как и перевести груз весом 150 килограммов на 100 метров за 30 секунд. Есть еще и другой популярный способ показать не только свою силу, но еще и технику и выносливость. Прямо за моей спиной проходят соревнования по армрестлингу. В этой дисциплине две бронзовые награды завоевали махачкалинцы Максим Зиновьев и Зураб Гаджиев. Даже сегодня на Кавказе женщины спортом занимаются редко. Правда, на этих соревнованиях есть пара исключений. Дагестанка Байзат Хамидова стала четвертой в прыжковом двоеборе, а в прыжках в высоту она завоевала золотую медаль. Я чувствую, что в последнее время мне с каждым годом тяжелее и тяжелее дается победа. Потому что я играю в ригби, а не тренируется по легкой атлетике, поэтому, когда я прихожу, я прям чувствую, что я прям по ступенькам, ступенькам отстаю от них. Самые любимые на Кавказе вольная и греко-римская борьба не входят в программу соревнований. Вместо них борьба на поясах. Соревнования по борьбе на поясах зародились более трех тысяч лет назад. Они проводились во время свадеб и горских праздников. Через некоторое время борьба на поясах превратилась из обычного развлечения в отдельное спортивное направление и стала способом физической подготовки. В стрельбе из лука в личном зачете среди мужчин не было равных махачкалинцу Шахмиру Гебедову. В командном зачете у дагестанской сборной в этом виде спорта лишь четвертое место. Но, по словам спортсмена, здесь главная не победа. Здесь, как сказать, проигравших нет. Здесь, в принципе, это фестиваль дружбы народов. Здесь выигрывают все. Глава спортивного ведомства Дагестана считает, что фестиваль объединил весь Кавказ. По его мнению, такие мероприятия пропагандируют толерантность между народами. Проведение таких мероприятий – это взаимопонимание мир между народами Северного Кавказа и селом России. Они очень нужны, очень важны для республики. Даже если бы моя воля, мне кажется, и на российском уровне можно было такого плана, такого характера мероприятия проводить. Так считает и трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев. Развитие дружеских связей между регионами СКФО, а также пропаганда здорового образа жизни – главные цели фестиваля. Самое главное, что люди приезжают сюда, собираются и проводят вместе время. Я считаю, что традиции, культура народов – это один из основных таких факторов, который является таким цементирующим фактором для сохранения наших народов. Культурную программу фестиваля дополнили национальные подворья всех семей республик СКФО. Каждый регион представил свой уникальный характер и колорит. Вот в таком вот павильоне расположилась традиционная культурная экспозиция Северной Осетии. Здесь представлено все, начиная от национальных костюмов, орудий труда, ну и, конечно же, кухни. Все то, что сможет ближе познакомить с культурой Северной Осетии. В Кабардино-Балкарии удивляют национальными костюмами, а в Ставрополье – казацкими сувенирами. Дагестанцы представили здесь всем известные изделия кубачинских мастеров. Ну и какой же Кавказ без кинжалов. На каждом подворе представлен свой стенд с оружием. Вот и признанные кубачинские мастера решили удивить гостей и жителей Грозного своими произведениями искусства. Удивила жителей и гостей Грозного и группа дагестанских канатоходцев, большинство из которых были дети. Они показали разные трюки, приводившие в восторг собравшихся зрителей. Самым зрелищным этапом состязаний, который организаторы оставляют на финал, считается перетягивание каната. Реакция публики, как на футбольных матчах. В борьбе за золотые медали встретились сборные Дагестана и Чеченской республики. Наши богатыри в двух попытках не оставили никаких шансов сопернику. В результате состязаний в общем командном зачете первое место заняла Чеченская республика. Дагестан расположился на второй строчке, а третье призовое место досталось Ингушетии. А завершился фестиваль не менее красочнее, чем его начало. Замрут Гамидова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Чеченская республика, Грозный. Весь Дагестан накануне с волнением наблюдал за турниром UFC, который проходил в американском Лас-Вегасе, где наш земляк Хабиб Нурмагомедов практически не оставил никаких шансов своему сопернику Конору Макгрегору. После зрелищного боя интернет буквально пестрит сообщениями, поздравлениями и всевозможными комментариями. За минувшие сутки число фанатов дагестанского бойца в соцсетях увеличилось почти на 3 миллиона человек. 9,5 миллионов подписчиков в Инстаграм. Цифры продолжают расти. Публикация, сделанная сразу после турнира, набрала 2 миллиона 313 тысяч 610 лайков. Сегодня чемпион UFC возвращается на родину в Дагестан. Многочисленные поклонники спортсмена с нетерпением ждут его приезда. Махачкалинский аэропорт наверняка будет переполнен фанатами Хабиба. И чтобы не создавать лишнего ажиотажа и шумихи, принято решение встречу с чемпионом организовать на Анжиарине. Футбольный турнир памяти братьев Нурмагандовых прошел в эти выходные в Махачкале. На базе спортшколы «Олимп» за главный трофей боролись дети 2009-2010 годов рождения. Своё мастерство на поле показали 16 команд из Махачкалы и близлежащих поселков. На открытии турнира участников приветствовали представители администрации города и Минспорта Республики, а также отец Героя России Магомеда Нурмагандова. Детям напомнили о мужественном поступке братьев. Призвали брать с них пример и активно заниматься спортом. Я хочу поблагодарить вас, ребятам, которые пришли сегодня играть в футбол, вспоминать ваших старших братьев. Спорт – это посол мира у нас. Он укрепляет рульку. Крепче рулька, чем у спортсменов и у кавалера. Дети, которые непосредственно участвуют на этом турнире, постоянно спрашивают про братьев, постоянно интересуются их жизнью, интересуются, каким видом спорта они занимались. Старший брат Нурмагандова любил играть в футбол, и из-за этого мы провели этот турнир по футболу. Памяти нет. По итогам игрового дня места распределились следующим образом. Золотые медали у шамхальского филиала «Олимпа», серебро у школы Минобразования Маркарова замкнуло тройку призеров команды «Олимпы» из Махачкалы. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова